Вот. Ну, какое-то приличное время года, естественно. Всегда. По поводу Шерхана, наконец-то, начинаю свою мысль продолжать. Значит, как вы знаете, Шерхан у нас очень люто-бешеный, агрессивный пёс, который живёт в вольере. И для тех, кто не в курсе его истории, кто завтра посмотрит эфир, может быть, кто-то из новичков ещё смотрит его сейчас, но очень быстренько расскажу. История его такова, что это собака, которая 9 лет, как мне говорят... Сначала я поняла так, что он 9 лет был на промке, но на промзоне охранял промзону, типа там на привязи на цепи с ним, никто никогда не общался, его били, кормили макаронами, там работники узбеки, и всё. Ну, как бы охранял промзону. Потом я поняла, что я неправильно прочитала его предысторию, которую мне написали мои друзья, которые попросили за Шерхана, что он на промке был только полтора года, и до предыдущей его судьбы вообще неизвестна. Но кинолог, который его привёз, кинолог, между прочим, не абы какой, он призёр чемпионата мира, то есть он прекрасно разбирается в животных, он привёз и сказал, что собака с боёв. Я Диме этого не говорила. Поначалу, если бы я сказала, что нам везут Алабая с боёв, я не думаю, что это была хорошая идея. А ты чего? С боёв его? А ты не в курсе? Нет, Диме, только что узнал. Офигеть просто. Так мы же писали об этом в Дзене. Я не читаю Дзен. У меня типа время есть читать Дзену, да? Сорян. Вот сейчас у нас такая милая семейная сценка разыгралась. Короче, ну, в общем, с боёв, товарищ, скорее всего. Скорее всего, Дима, это не факт. Но в любом случае ты же к нему всё равно не подаёшь никогда. Зачем? Вот. Не сбивайте меня с мысли. Короче говоря, ну, вот Лёша, кинолог, так считает. И у него на шее такие, знаете, такие шрамы. Ну, я показывала, когда такое вот уже имела возможность к нему близко подходить, я показывала, у него такие рубцы прям. И вся шея выбрита. То есть видно, что она не свежевыбрита, а постоянно выбривалась. И прям рубцы такие. И на ногах. Ну, тоже о чём-то говорит. Но собаку очень сильно били. То есть пёс, при том, что он очень злой, он ещё и очень пугливый одновременно. То есть такая адская смесь. Привезли на него в наркозе. Ночью выгружали. Я писала эти себе видео, но в сторис не выкладывала. Потому что, во-первых, ситуация была не очень классная. Ну, страшная была ситуация. А, причём эту проблему, решить проблему Шерхана, мне сказали нужно за два дня. Потому что его хозяин по каким-то непроговорённым причинам решил усыпить. То есть там были какие-то конкретные причины, чтобы усыпить охранную собаку с промки. Это явно не то, что он там спёр колбасу откуда-то. Это более серьёзный какой-то случай, проступок. Не знаю, что там случилось. Мне никто не сказал, я не уточняла, да и не у кого было. Я сказала, куда мне сейчас агрессивного алабая? А в ответ, ну, типа, хоть к дереву привяжи. Ну, то есть вопрос стоял так, что собаку нужно срочно спасать. И, ну, просили лично меня. Просили мои друзья. Они знали, что собаке здесь будет хорошо. И что, ну, то есть это не будет там передержка, вечная передержка. Там, с каким-то бесперспективными поисками дома. У него всё, возможно, будет сделано. Но вообще просили о том, чтобы его посадить на цепь. И желательно к нему там подходить на расстояние вытянутой руки. К этому собака привыкла. И так она не принесёт никому вреда. Вот, как бы, посыл был такой. Я сказала, блин, вот это авантюра. И согласилась его взять, потому что, ну, с Димой обсудил. Возьмём ли мы алабайчика, да, родной? Он просто с промки, да, привык сидеть на цепи, привяжем к дереву. Ну, и всё будет хорошо. И Дима сказал, да, конечно, любовь моя. Да, Дима, так и было? Да. Да. Но я сказала, что приезжёт его кинолог ночью в наркозе. И когда Лёха ехал и вёз собаку, он мне звонит и говорит... Во-первых, он дал ему 10 кубов. И в наркоз вполне он, как бы, не впал ещё сразу. Он просыпается. Даша, он просыпается. То есть он едет, реально, он приехал в костюме фигуранта. И мне звонил, говорил, Даша стрёмно просыпается. И приехал он поздно ночью. Вот они с Димой, я с фонарём, значит, с огромным таким фонарём, как дубинкой, свечу. Они выгружают собаку. Значит, плоскогубцами закручивалась эта цепь. К трём берёзам и к ошейнику. Ошейник был затянут так, что Лёша сказал, что ему, ну, этого будет достаться, чтобы он не вывернулся. Но ослаблять нельзя вообще. И вообще его нельзя трогать. Потом мне дали инструкции, как с этой собакой обращаться. Значит, инструкции были таковы, что, во-первых, сейчас вам прям откровение. Собаку не кормите до того момента, пока он не проголодается. Кормите только с рук на расстоянии вытянутой руки. Подходит кто-то один. Вот один человек из вас подходит с этой едой. Один раз ты показываешься в поле зрения. Чуть только брыль поднимается, ты уходишь. Не подходишь больше. На следующий день к нему приходишь собака серьёзная. Собака-махина. Агрессивная махина с боёв, которую почему-то решили усыплять. Подходишь следующий день с едой. Если поднял брыль, холку поставил, рыкнул, не так посмотрел, уходишь. И вот так вот ходи, пока ты не почувствуешь, что он к тебе не с агрессией идёт, а за еду. Мне понадобилось два дня на это. И мы снимали видео с Димой. А, ну он на всех кидался. Естественно, на этой цепи, на полную растяжку кидался. И вот так вот своими челюстями, своими сорубкой клацал. И первое время, и на меня тоже, то есть здесь не было никакого исключения поначалу. Он рычал на меня, он очень недобро смотрел. Он старый, ему тяжело, у него больные ноги. И он лежал, отлёживался просто, ну, вообще. У него был стресс от переезда, ну, от всего. То есть они же, как я понимаю, они не так, что прям суперадаптивные собаки, особенно старые алабаи. То есть понятно, что жизнь его ещё помотала, ко всему прочему. Да, я инфаркт чуть не получила, когда Даша Шерхана с руки кормила. И вот мы записывали этот момент, когда первый раз он у меня с руки взял кусок то ли печени, то ли почки, я не помню. Ну, главное, что не моей. Значит, я подошла на расстояние вытянутой цепи. Он подошёл ко мне в ответ. И мы понимали, что если он подойдёт на пол цепи, и я к нему подойду, он меня завалит просто, если он захочет это сделать. И я не успею там ничего сделать, сориентироваться, убежать, ничего. И на расстоянии вытянутой цепи он подошёл ко мне. Я подошла к нему на расстояние вытянутой руки и вот так вот передала ему этот кусок. А он его взял и унёс к себе туда. Я сделала такой победный жест руками, типа, у него удалось. И это был первый момент нашей настоящей дружбы, которая зародилась. Я, ну вот, всё-таки я рисковываю человек. Да, я начала к нему подходить. Я начала к нему подходить ближе, чем на расстоянии вытянутой цепи. Потому что я считаю, что я считываю собакой, я знаю, могу предвосхитить. Потому что опыт мне такой подсказывает. Я могу ошибаться при этом. Я не возношусь, я не произношу ни в какой степени, что я прям всех собак могу предугадать, что вот ты точно на меня не кинешься, поэтому я тебя буду мацать. Я очень аккуратно себя с ним вела. Когда я первый раз его погладила, это было как раз на расстоянии вытянутой руки и натянутой цепи. Потому что дотронуться до такой собаки нужно решиться в максимально безопасных для себя условиях. Я первый раз, когда протянула руку к нему и занесла руку над его головой, просто ладонь, ну, чтобы погладить собаку, он зажмурил глаза. Ему было очень страшно, но он был готов идти на вот эту вот коллаборацию, на взаимодействие какое-то со мной. И он на него пошел. Потом был такой момент, когда он очень сильно испугался железной ложки. Это, блин, это так трогательно. Я его кормила, я очень сильно за него переживала. Я просто психически... Я Таню Белецкую так и накручивала, что Шерхан не поел, а если он заболел, а как же... Ну, а он был не обработан над клещей. А что мне делать? А если у него пероплазмоз, как я его уколю перостопом? Ну, то есть, а вдруг ему нужно сдавать анализы крови? Это абсолютно, блин, дико агрессивная собака, к которой никто не может подойти, кроме соотношений с ним хрупкой девушки, ну, которая, естественно, его не удержит ни хрена, если что. Поэтому Таня мне говорит, успокойся, у него стресс, не трогай его, он горячий, потому что он спал. И она была, кстати, права. А я говорю, он горячий, у него у нас горячий, что мне делать, Таня? Он заболел, чем мне его уколоть, блин? Что мне... Мать истеричка Елина. У меня мозг отключился. Да, у меня мозг просто отключился на эту тему. Вот, и я ему таскала консервы и с ложки ему кормила. Но с ложки его покормила ровно один раз, пока он случайно, случайно не стукнул зубами обложку. И очень сильно этого испугался. Он прям видно было, ой, как он испугался. Это было очень страшно. С тех пор он вообще не переваривает ложки и никак не воспринимает. Но с тех пор он научился есть нормальную еду, к счастью. Потому что он около месяца ел исключительно вымя и рубец. И больше ничего. То есть предлагалось ему все возможное мясо, любые субпродукты, рыба, консервы. Только вымя и рубец. И мы с ног спились, когда вымя закончилось. Просто мы покупали ему и обрис, покупали имя. Ну то есть все, все, даже тащила в дом, лишь бы поел сыночка большой. Значит, потом, ну он вот это все время жил на цепи. Точно так же, как он привык на цепи. Это была очень классная, светлая, такая теплая сентябрьская погода. И я ему там соломки потом подсыпала, чтобы он на соломке лежал, не на земле. Хотя, блин, всю жизнь собака привыкла жить на цепи на земле в любую погоду. Под любым дождем, судя по всему. Вот, ну он, я видела, что он оттаивает, он спокоен, ему хорошо. Он просто, ну он улыбаться начал. Прям вот какой-то поменялся выражение морды, выражение лица даже абсолютно. Становился другим, оттаивал. Я с ним сидела уже, я его гладила. Я очень боялась его чесать, ну где живот. Мне казалось, что начинал рычать. Может быть и начинал. Может быть казалось. Но в конце концов он позволил мне вот этот самый такой трепетный момент, когда собака огромная туша в три раза тебя весомее, да, по весу превосходит. Ты его заваливаешь так на бок и начинаешь его чесать. Ему нравится это. А не то, что, ну в два раза. Да, значит, это то, что он тебя не терпит, а ему в кайф нравится. Он там лапки начинает вот так вот делать, хрюкать что-то. Он постоянно, ну, хрюкает, когда ему нравится. Вот. И, ну, он был тогда еще абсолютно белым, кстати говоря. Запомните этот момент. Потом я сказала, ему нужна будка. Ну, мне все напомнили, что мы договорились, что он живет на цепи, и ему так комфортно. Нет, ну что, что у него был навес. То есть от дождя, если что, он спрятался бы. Мне стали говорить о лабае, живут на снегу часто. У них есть будка, у них есть вольер, они выходят спать на снег. У нас так Дредфорд делает. У него есть сеновал, у него есть будка, он в минус 20 у нас лежал на снегу рядом с будкой, где была свежая солома, рядом со всем сеновалом, где все эти стога плотно стоят, там жарко должно быть такой собаки. Но нет, он на снегу. Значит, это Дредфорд, а Шерхан, ну, мы же не знали, как он себя будет вести. В общем, все, нужна будка, все сколотили, ему, значит, дворец, будку. Я его три раза забраковала. То не так, все не так, и это тоже не так. То утеплить, то переложить крышу, то сделать дно. Вот, и как сейчас помню, три раза переделывали, значит, дворец. Еще просила черепицу положить ему. Да, я помню. Потом был эпизод, когда будку несли. Надо было его, ну, будку надо было поставить рядом с собакой. Не на расстоянии вытянутой цепи, а рядом с собакой. И я хрена знает, что надо было делать. Потому что я его даже открутить не могла. Плоскогубцами были закручены цепи. И снять ее с цепи куда-то увезти тоже очень стрёмно. Увидел бы кого. Я бы не удержала. Ну, в общем, что, я держала его двумя руками за этот ошейник крепко. И говорила ему запрещающую команду. И он прекрасно знает запрещающие команды. Он слушал. И я ему говорила, шархан нельзя, шархан нельзя. И в это время я очень, блин, боялась. В это время ребята подносили потихоньку эту будку. Он весь был напряжен. Я не знаю, с чем это сравнить. Это как будто бы ты держишь в своих руках какой-то природный катаклизм. И ты каким-то неимоверным усилием управляешь сейчас им. Но если чуть ты отпустишь, то будет катастрофа вселенская. На такой природном цунами, смерч. Я не знаю, ты чувствуешь бурление этой энергии бесконечной. И я его держу, сама боюсь. Говорю, шархан нельзя, шархан нельзя. Ему несут эту будку, ставят на конец и убегают. И я его отпускаю. В эту будку он очень долго не заходил. Он вообще не понимал, зачем она нужна. И когда он залез в будку, я подумала, ой, он снова заболел. Как сейчас запомню, я такая, блин, он в будке лежит и не выходит. Когда я к нему пришла, он ко мне не вышел, он лежит в будке, он точно заболел. Началась, значит, снова у меня паника и вот эти вот метания, страдания. В общем, в конце концов, ну, он полюбил свою будку и стал туда заходить. Но мне было мало. Я говорю, я хочу шархан в вольер. Все мне стали напоминать, что он пристраивался, чтобы жить на цепи. Я говорю, нет, я хочу вольер, чтобы у него был огромный вольер, такой вот прям на одну собаку, чтобы я к нему заходила и там с ним сидела. Ну, так я ходила и сидела с ним рядом с будкой. Вот мы с Димой поссорились как-то раз. Я в штаг шархану сидеть рядом с будкой. Он не подпускает к себе никого. Я такая сижу с моим большим защитником, и ко мне никто подойти не может. Вот. И я хотела, чтобы у него был вольер, была крыша, был такой, значит, простор. И мы построили ему вольер. В конце концов, я сказала, только в этом вольере обязательно должна быть его будка. И пришлось разбирать стену вольера, чтобы занести эту будку, потому что Даша решила, что будка шархана тоже очень нужна. Он ее очень любит. Периодически я его там вижу. Но все-таки он по большей части охраняет. Лежит у двери вольера и охраняет. И когда я ему ставлю туда ведра с едой, я обычно их там забываю. И Макс каждый день ко мне подходит и говорит, Даша, не могла бы ты, пожалуйста, шархана забрать ведро? Я такая, конечно, Макс. Только, пожалуйста, уйди от двери. Потому что каждый раз, когда кто-то приближается к шархану и к вольеру шархана, он кидается на решетку. Соответственно, Макс уходит, Даша открывает, заходит к шархану, мацит, тискает всячески, берет у него ведро, выносит, закрывает все. Собака превращается снова в лютого зверя. Теперь по поводу выгла. К чему я это все подвожу? Я хочу, да. По поводу того, что хорошо, когда поругаешься, да, я всегда говорю, у меня есть собака вне выгула и собака на выгуле. Собака вне выгула, это шархан, который я могу уйти, закрыться, там сидеть, можно не закрываться. Вот, и там сидеть, если что, ко мне никто не сможет подойти вообще просто. Есть собака на выгуле, это рокот, который я выпускаю, и я королева, я королева мира. Вот, потому что никто не может подойти вообще, на выгул даже зайти просто. Значит, по поводу того, что нельзя держать на цепи, вы ошибаетесь, это охранные собаки, которые испокон веков охраняют. В том числе и на цепи, и чувствуют себя на цепи хорошо. Простите. Вот, может быть, сейчас кто-то начнет резко относиться ко мне плохо, но я четко разделяю собак по их породному предназначению, в том числе и многим собакам нравится работать. Очень многим нравится работать, и очень многие люди не понимают. Ну, я сейчас не конкретно про вас, но просто очень многие люди не понимают породного, породных предрасположенностей собак. Это опять же к тому, что очень многие там пытаются не... Как пастушьи собаки. Ну, охранная и пастушьи собака. То погугли, пожалуйста. Вот. Вот, 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 вы меня сбили, я хочу про его будущее сейчас поговорить. Значит, Даша стала мало этого всего. Опять же, хорошо, я не буду говорить за всех алабаев. Это пастушьи собака изначально, да. Я согласна. Но конкретная собака, цепная, она с цепи. Она с цепи, его пристраивали на цепи, все. Вы знаете, есть группа помощи алабаем, где пристроится устрога в квартиру. По крайней мере, отдельные кураторы так делают. Я сейчас не буду с вами спорить, я просто говорю о конкретной особи. Я в алабаях разбираюсь только в своем. Я не буду говорить за всех. Возможно, вы гораздо больше правы, чем я сейчас. И даже, скорее всего, ну, в общем-то, я сейчас не на цепи, он в вольере. Вот, но я знаю, что эта собака пристраивалась, как собака-агрессор, который убивает других животных и людей. И мне сказали держать его во избежание, держать его на цепи, на том карабине, который кинолог закрутил плоскогубцами. Все. За всех других плюшек алабаев я ничего не говорю. Но ты не послушаешься. Пожалуйста. Кто хочет на диван, на диван. Пожалуйста. Вообще, я говорю только про свою собаку сейчас. Собака с конкретным прошлым. И с конкретными замашками. Очень сложная собака, очень сложный пес. И когда мне говорят, Даша, вы его не гуляете из вольера? Я прям себе представляю, как я его ввожу из вольера на поводке. Первое, что он делает, убивает Дредфорда. Второе, что он делает, убивает Макса. Или любого человека, который покажется в зоне его доступа. Понимаете? То есть здесь нужно абсолютно учитывать специфику конкретного животного. Значит, теперь по поводу... Мне, кстати, кинолог сказал, что идеально для этой собаки. Идеально с учетом... Идеаль. Запомню слово. С учетом его особенностей, которые он увидел в нем. За время непродолжительного с ним общения. Часть этого времени собака провела в наркозе. Значит, кинолог сказал, что для этой собаки идеально жить на тросе. То есть своя территория, которую он охраняет на тросе. Трос по периметру, он свободно передвигается, но всегда на привязи. И в принципе, в глубине души я скорее с ним соглашусь. Но с другой стороны, это старый алабай уже, которому, в принципе, очень хочется охранять, но уже тяжело. То есть я вижу, что у него больные суставы. Он убитый просто прошлой жизнью. Он расцвел, он поменял свой окрас. На хорошем кормлении на нем проявились прекрасные рыжие пятна. Вот, он набрал вес. У него окрепли задние лапы. Ну, он сейчас очень хорош. Он в своем расцвете. И я понимаю, что он, наверное, еще способен и он с удовольствием охраняет. Но через какое-то время, когда расцвет пройдет, он старый пес, ему 9 лет, тяжело прошло жить, херовое кормление, которое у него было тогда, он будет стареть. Он перейдет вот в эту старость, и его не хочется нагружать. Я очень хочу ему спокойной жизни. Я не хочу, чтобы он постоянно работал. То есть он и сейчас, когда мы закрывали вольер со всех сторон, кроме одной, ну, там у него открыта одна сторона рядом с калиткой, остальные стороны закрыты. Мне сказали, Даша, молодец, это правильно. Я сама понимала, что я делаю. Ну, конечно, нашлись те критики, которые говорили, зачем вы закрываете ему обзор? Ему нужен минимальный обзор, потому что иначе он будет охранять вообще все. Перемещение от любого человека, от его перемещений по пространству, он будет охранять, он вообще никогда не будет отдыхать. Сейчас он хотя бы, ну, он, хотя бы есть с него время отдыхать, спать, и я хочу, чтобы у него была спокойная, счастливая, сытая старость, уже без работы. Он наработался все, спает, работал, и сейчас он будет отдыхать. Так вот, план мой такой. Сейчас у нас на Выголе есть постоянно собаки. Зимой мы ничего не будем строить, мы никогда не строим ничего зимой. Ну, если только что-то совсем критичное, но мы стараемся этого не делать. У нас на Выголе, на свободном, есть собаки. Вообще, свободный Выгол для собак отдельная тема отдельного эфира, я уже, по-моему, его проводила. Катриена, Орна, Глен, Атронах, Таисия, Дед. Вот, это те собаки, которые сейчас на свободном Выголе всегда привыкли к каждому корпусу. Чего? Ну, Гонча, у Димы есть коварный план, он хочет всех собак добавить на свободный Выгол по одной. Вот, я уехала в Москву, один раз на таможню, приезжаю, Гонча гуляет. Я говорю, что она здесь делает? Почему она не на своем месте? Дима говорит, а давай ее оставим на свободном Выголе, ей хорошо. Вот, ну, я согласилась. Короче, вот для всех этих собак нужно сделать отсадник. Отсадной вольер всегда пустой, куда мы сможем, так как все эти собаки дружны между собой, кроме Таисии, которая одиночка, но она не конфликтует, но ей будет, ну, как бы неприятно быть в обществе других собак. Но на какое-то время, ну, можно позволить себе, значит, с ней так поступить, она нас извинит. Здесь построить отдельный вольер, свободный, куда мы этих всех собак сможем убирать. Для того, чтобы я могла заводить Шерхана на нашу территорию и отпускать там, выгуливаться до момента, пока я его не забираю обратно на поводок и не завожу в вольер. Я очень этого хочу. Пока он может ходить нормально, пока он не перешел в стадию такой старости, когда уже и ходить не хочется, пока он готов, и у него будет вот этот всплеск, что он получит свою территорию, ему будет очень интересно одно время. Это как у Вардена было, что одно время вот ему, ну, да, тяжело всегда было на коляске, но когда он только попал в это изобилие, он прям бегал, он все, вот пока все не изучил, все не обсмотрел, не успокоился, когда успокоился, стал в коляске лежать. Но, ну вот, я четко все представляю, что у Шерхана, скорее всего, будет такая реакция на все окружающее. Ну, не готово тогда. Так. Ну вот, да. Значит, и он будет, сначала я ему хотела сделать вообще отдельный выгул, но потом поняла, что это не очень грамотное расширение территории, вообще непонятно, и он будет все равно бегать и охранять там. Я хочу ему вот такой вариант предложить, чтобы ему, как бы, ну, этот вариант зашел. Вот. Нет, Дима не ищет факты над зен...